Вы создали сайт на локальном хостинге? Пришло время перенести сайт в интернет. Если вы сомневаетесь или у вас не получается это сделать, напишите мне. Я перенесу ваш сайт на хостинг абсолютно бесплатно. Связаться со мной можно через социальную сеть ВКонтакте. Ссылка в описании к этому видео. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Я вас приветствую в проекте Joomla Sensei, урок номер 114. Мы продолжаем с вами изучать компонент Community Builder и давайте начнем более детально рассматривать именно сам профиль. Что здесь можно сделать? И пожалуй давайте начнем с самого верха. То есть у нас здесь есть некие вкладки, управление связями и обновление профиля. В дальнейшем, когда мы будем разбирать этот компонент, мы будем интегрировать в него другие полезные компоненты, у которого также будут вот сюда вводиться нужные нам ссылки. Например, это система личных сообщений. Компонент отдаем. Вот. Сейчас пока просто, например, может получиться так, что, ну я не знаю, например, вам эта вкладка будет совсем не нужна. Вы, по крайней мере, должны знать, как ее, например, отключить. То есть вот это верхнее у нас, это у нас меню плагин. Плагин находится не в менеджере плагинов у Joomla, как обычно, а у Community Builder есть свои плагины. Переходим в Community Builder. Здесь есть вот менеджер плагинов. Заходим. Сразу находим sv-меню. То есть это и есть то самое меню, вот здесь вверху. Можем зайти внутрь, потому что здесь есть некие настройки. Практически у каждого плагина есть свои настройки. И вот в параметрах есть настройки. Здесь можно просто поиграться. То есть я смотрел, ничего интересного особо нет, но можете просто выбрать, сохранится. Здесь будет внешний вид у них меняться. Если, например, взять вот этот вариант. Итак, плагины отключаются не все. Некоторые системы отключить нельзя. Мы можем это видеть вот sv-меню напротив. Вот у нас опубликовано. Пальчик появляется, значит можем отключать. Кликаем и мы отключаем таким образом плагин. Теперь видно, что здесь показан крестик. Давайте обновим страницу. Теперь у нас меню полностью исчезло сверху. Так, я его включаю, потому что я считаю, что это меню всегда нужно. То есть те плагины, которые отключить нельзя, мы наводим мышь на галочку и видим, что у нас курсор не меняется на пальчик. Данные отключить мы не можем. Состояние публикации плагина языка изменить невозможно. То есть у нас даже в подсказке это написано. Единственное, что я не нашел отключение полотна. Мы его, конечно, можем выключить, но здесь у нас остается такой пробел. Вообще, есть ли смысл отключать это полотно? Потому что я считаю, что это очень крутая штука использовать ее здесь. Все-таки это профиль и он украшается данным полотном. Давайте я вам покажу, что можно сделать. Мы отсюда выходим, переходим в менеджер вкладок. Вот у нас полотно. Мы можем снять его с публикации. Обновляем. У нас получается просто такой промежуток. Возможно, как-то можно это убрать, но я в этом не углублялся. Вообще, я считаю, что это прикольная штука. Ее, конечно, бы я использовал на своем сайте. Теперь подбираемся к аватару. Это интересная штука. Здесь много есть настроек. Давайте посмотрим. Находясь также в менеджер вкладок, прокручиваем вниз. Находим портрет. Снимаем с публикации. Идем на сайт, обновляемся. У нас полностью аватарка исчезает. Но это тоже абсолютный бред. Я считаю, что это нужная вещь. Поэтому мы оставляем его включенным. Давайте лучше зайдем в него и посмотрим, что здесь у нас имеется. Мы спокойненько можем менять также позицию. То есть, я здесь уже, конечно, показывать не буду. Вы можете сами поиграться, потому что здесь принцип такой же. Мы проходили-то в прошлом уроке. Здесь особо больше никаких настроек я не вижу. Мы переходим в менеджер полей. И находим аватар профиля, потому что здесь на самом деле много настроек. Заходим внутрь. Общее. Здесь, в принципе, все то же самое. Переходим в параметры. Макет здесь то же самое. Ограничение изображения. Смотрите, вы можете сделать так, чтобы человек, зарегистрирующийся у вас, загрузив изображение, изображение сразу не появится. Пока вы, как администратор, не промодерируете, не посмотрите, что за изображение и не одобрите это. Вообще, можно разрешить загрузку поставить disable. Здесь некоторые поля, я сам даже не понимаю, всегда проводить ресамплинг. То есть, если вы что-то не знаете, то эти поля мы не трогаем. Здесь вы можете дать минимальную высоту изображения, ширину, размер, чтобы не захламляли хостинг большими изображениями. Максимальная высота изображения и так далее. Поддерживаем и соотношение размера изображения. Я, в принципе, вот эти не строгаю даже настройки. Одобрение загрузки. То есть, вот оно, одобрение загрузки. Если ставим да, то должно пройти модерацию. Разрешить пользователям изменять размер изображений. стоит включено. Можно поставить выключено, чтобы не могли они менять. Значит, я оставил здесь одобрение. То есть, аватарка сразу не появится. Дальше. Галерея изображений у вас, скорее всего, будет включено. Если это будет выключено, то вы помните, мы могли выбрать из списка изображения. Если мы выключим, то в редактировании профиля исчезает здесь ссылка выбрать из существующих изображений аватарку. То есть, чтобы человек загружал только свое изображение. Можно протестировать. Зайду, например, как тест. Зайдем в редактирование. Загрузить изображение. И выберу что-то с компьютера. Выбрал файл. Нажимаю обновить. И вместо изображения мы видим стандартное изображение. И рядом мы наблюдаем с вами иконку часов. То есть, вот так выглядит именно одобрение изображения. Тут же мне на email приходит сообщение. Пользователь отправил изображение на одобрение. То есть, как администратору этого сайта, мне приходит уведомление. Пожалуйста, зайдите на сайт и предприняйте соответствующие меры. Давайте посмотрим, где происходит одобрение аватарки. Конечно, это неудобно, если у вас будет большая аудитория, много будет регистраций. Это будет неудобно. За каждой аватаркой охотиться, одобрять это все. Не знаю, как может пригодиться, но такое есть. То есть, я захожу в тест, в пользователь, который сменял аватарку. Вот у него портрет. И здесь вот это портрет, который он пытался загрузить. И сейчас аватар профиля пока на модерации. Внизу мы выбираем из списка «Одобрить изображение» и нажимаем «Сохранить». Видим, что здесь аватар поменялся. И также мне приходят уведомления на email. Обновляю страницу данного пользователя и аватарка размещена. Возвращаемся в менеджер полей. Продолжим разбирать настройки аватара. Переходим в показ изображений. И здесь достаточно интересные настройки. Стиль округленный с рамкой. Не извещать. Округленный круг с рамкой. Давайте посмотрим круг с рамкой. Сохранимся. То есть, это новая такая тенденция. Вы могли обратить внимание, что даже все социальные сети, там ВКонтакте, все аватарки, все картинки стали круглыми. И у нас также эта тенденция может быть задействована на нашем сайте. Вы видите, с рамочкой изображение круглое достаточно интересно смотрится. Возможно, она смотрится не очень хорошо. То, что у нас значок, что мы онлайн, находится не на аватарке. Также можно, скорее всего, его перемещать, менять ему место. И аватарку можно, наверное, прямо на наше полотно посередине повесить, если это будет, конечно, интересно смотреться. Ниже мы можем выбрать, когда у нас на рассмотрение изображения. То есть, какое из заготовленных изображений разработчикам выводить. То есть, мы видели там такая темная фигура с часами. Ну и другие настройки. Также можем повесить условия соглашения. Если нажмем на кнопку Enable, включаем, это практически те же самые поля, когда мы с вами делали наши правила при регистрации, чтобы человек обязательно ознакомился. Точно такое же модальное окно расположено в настройках аватара. Я, конечно, это не использовал, не знаю, зачем это нужно. Если хотите, можете поиграться, использовать. Включить эту опцию, посмотреть, как и где это отображается. Теперь давайте посмотрим имя. А у нас располагается здесь. Здесь вы, конечно, уже понимаете, что также можно менять ему место, хоть на полотне его разместить. Также это можно отключать, отключать просмотры, отключать связи. Давайте посмотрим, где это все. Например, просмотры. Ну, конечно, такие вещи лучше не отключать. Это прикольные фишки, да? Сколько людей просмотрел ваш профиль. Здесь будет тикать счетчик. Но все же он находит у нас менеджер полей в самом низу. Здесь можно перейти на вторую страницу. И это у нас хит. Это системная вещь. Ее отключить нельзя, но мы можем ее скрыть. Заходим внутрь. Показывать профиль. Ставим нет. Сохранить. Обновляемся. И у нас это дело исчезает. Соответственно, также менять положение этой опции в пределах нашего профиля, это возможно. Я возвращаю это на место. Также в менеджер полей в самом низу статус нахождения на сайте. Также отключить не можем. Давайте посмотрим. Показывать в профиле. Нет. Но опять же, это классная фишка. Вот здесь исчезает зеленая точка. Я считаю, что у нас типа социальной сети, такой небольшой, что это прикольная фишка. Конечно, мы ее оставляем. Далее, смотрите. В контактных данных у нас выводится... То есть мы можем отключить контактные данные, вкладку, понятно. У нас выводятся такие данные. Возможно, они не всем будут нужны. Стал членом. Тогда-то последний вход на сайт. Столько-то минут. Мы заходим в менеджер вкладок. И вот статус пользователя мы можем отключить. Обновляемся. И эта информация больше не выводится. Или же статус пользователя мы возвращаем. И мы меняем некрасивые строки на те, которые мы считаем приемлемы. То есть вот здесь меня смущает, из всего этого текста стал членом. То есть мы это копируем. Здесь будет смотреться нормально, например, стал участником. Или как угодно по-другому. Мы с вами это уже сделали. Копируем. Здесь выходим. Переходим в менеджер плагинов. Заходим в плагин RURU. Заходим в вкладку перезаписать. В поле поиска вставляем ищем ключ. Кликаем по ключу, чтобы он вот здесь отобразился. И вот здесь меняем стал участником. И нажимаем сохранить, закрыть. То есть если эти данные нам нужны, мы это меняем. И теперь у нас тут красивое слово по-человечески стал участником. Также здесь вот есть такая информация. Длинное слово. Оно налазит на логин. Его также можно найти. И как-то заменить это слово на какое-то короткое слово. Чтобы здесь не было вот такой вот фигни. Наляпистой. Дальше. Можно сразу отключить связи и вот просмотры. Находясь в менеджер вкладок. Здесь есть статистика. Мы можем здесь снять с публикации. Обновляемся. И здесь вот эта вся строчка под логином исчезает. Но как я уже говорил, конечно, это прикольная фишка. Ее отключать не следует. Ну, соответственно, вывод логина. Тоже, конечно, не отключать это никак не нужно. Но это отключается также, находясь там же, название страницы профиля пользователя. Я уже не буду показывать. Просто отключайте. И вот этот логин здесь вот. Он исчезает. Ну, все-таки мозолит мне глаза. Нам искать это не обязательно. Кстати, видите, у нас тут... И это будет практически в каждых профилях. Это выводится в контактных данных. То есть, если мы это не хотим отключить, а только лишь заменить слово, мы... Вот так все копируем. И в блокноте вставляем, чтобы почистить. Здесь у нас отформатированное имя тест. То есть, мы отсюда копируем отформатированное имя. И сразу же идем в плагины. Менеджер плагинов. Опять заходим в Ruru. Попробуем найти вот так сначала. А если просто отформатированное, будет искать. То есть, это у нас, наверное, одно и то же. Значит, выскакивает формат. Наверное, это вот это. Выбираем. Просто длинное слово. Потом еще есть имя. То есть, по идее, должно быть в одну строчку. Я пока просто вот так сокращу с точкой. Нажму сохранить. Посмотрим, что получится. Обновляемся. Но все верно. То есть, у нас здесь, по идее, идет одна строчка. Здесь либо вы подбираете короткое слово, отформатированное имя. И вообще, что это за слово такое? Эту всю, эту бодягу, контактные данные. Или надо перебрать как-то, переделать, добавить сюда поля. Вот именно на вкладку контактные данные, нормальные поля. Не просто вот эта вот информация, а какие-то еще данные. В зависимости от того, о чем у вас сайт. Здесь вот такой надо сделать красивый списочек. Который человек сможет, например, отредактировать в своем профиле или при регистрации заполнить поля. Как выглядит примерно вот здесь. Ну и давайте посмотрим, как отключить вот эту вещь. Это у нас плагин. То есть, вообще, эту кнопку можно убрать отсюда. Выходим из этого плагина. Это у нас здесь. SV Connection. Кликаем снять с публикации. Обновляем сайт. И у нас, вот видите, эта кнопка здесь исчезает. По сути, мы можем переработать весь профиль. Так как нам нужно. Меняем местами те и другие элементы. И таким образом делаем уникальный наш профиль. Да, конечно же, здесь не будет такой гибкости, нежели если бы это, например, делал какой-то разработчик с нуля под ваш запрос. Такой гибкости, конечно, здесь нет. Но я еще не видел таких инструментов такого рода, чтобы это было настолько гибко. Ну и, конечно же, раз мы смотрим профиль, давайте рассмотрим общие настройки Community Builder. У нас там есть вкладка профиль. Мы выходим отсюда. Переходим к конфигурации. И вот у нас есть вкладка профиль. Конечно, здесь вы можете сами разобраться. Здесь, в принципе, при наведении мышки здесь все по-русски. Но давайте пройдем некоторые моменты. Например, уровень доступа к просмотру профиля. Смотрите, у нас стоит зарегистрированный. Это говорит о том, что человек не зарегистрированный. И, кликнув по аватарке, когда мы его здесь выведем через модуль пользователей, не увидит профиль. Если вы хотите, чтобы обычные пользователи, не зарегистрированные, могли просматривать, просто просматривать профиль, то вы здесь выбираете паблиш. Ну и многие параметры здесь стоят как надо, их трогать не надо. Вы можете просто с ними ознакомиться, чтобы не захламляли, не нагружали там и сервер. И так далее. Максимальные электронные писем в час, которые можно отправить с профиля. То есть вы можете зайти в профиль человека, отправить ему письмо. Мы с вами это еще рассмотрим в будущих уроках. Прокручиваем ниже. Вот смотрите, текст пустого поля. Здесь можно написать, например, не задано. И как это будет смотреться. Здесь сохраняемся. Обновляем профиль, например, пользователя. На шаге 2 у нас есть у этого пользователя критерий сайт. И вот вы видите, не задано. То есть здесь для удобства можно как угодно что-то написать, чтобы это было красиво и понятно. Дальше интересная вкладка «Макет редактирования профиля». То есть смотрите, мы заходим в «Редактирование». И вот эти вкладки. Давайте посмотрим «Макет редактирования профиля». Можно выбрать плоский. Сохраняемся. То есть это, скорее всего, будет все на одной странице. То есть вот, если это удобно, мы это размещаем на одной странице. То же самое можно сделать для регистрации. Но вдруг в каких-то случаях вам надо для регистрации сделать вкладки «Редактирование полей на одной странице». Также можно вывести пояснительные иконочки на странице редактирования профиля. И исключить теги из фильтрации. Давайте посмотрим. Поясняющие иконочки я включил. Обновляю. То есть то же самое, как и при регистрации. Такие же вкладки можно вывести. И еще момент я забыл рассказать в предыдущих уроках, когда говорили про регистрацию. У нас здесь вкладки. Мы каждую вкладку, каждого шага регистрации можем просмотреть. Но если мы перейдем здесь на вкладку «Регистрация» и в самом низу выберем «Пошагово», то мы не сможем просматривать другие шаги регистрации, пока не пройдем обязательные поля. То есть я просто, видите, не могу перейти. Если нажму «Следующий», я остаюсь на этой вкладке, и у нас это подсвечивается красным. Что мы не можем пройти на следующий уровень, на следующий шаг, пока не заполним важные поля регистрации, точнее необходимые, без которых регистрация не пройдет. То есть здесь достаточно важный момент. Потому что для многих может быть важным, чтобы человек не видел следующий шаг, пока не заполнит те или иные поля. Итак, у нас с вами еще остались в общих настройках неразобранные настройки вкладки «Общая». Регистрация профиля мы посмотрели. «Аватары». Здесь, кстати, как раз-таки тоже по нашей теме. Ну, здесь немного опций, здесь все понятно, максимально ширна, здесь все уже, в принципе, задано нормально. Можете посмотреть и выставить настройки под себя, и здесь подсказочки «Все на русском». Будем в дальнейшем рассматривать еще вкладку «Модерация», «Связи», когда дойдем до этого, и «Интеграция». На этом уроке я, наверное, ставлю паузу. Надеюсь, для вас урок был понятным, интересным. Если это так, поддержите, пожалуйста, меня лайком. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом я с вами прощаюсь, и до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова